Extra Bomb! Меня по-прежнему зовут Стив Принц, и вы смотрите самый народный топ в мире. Топ 5, дай 5! Топ сегодня необычный, так как в нем голосовали не наши зрители, а скорее зрители всего Ютьюба. Итак, встречайте, топ 5 самых популярных музыкальных клипов на Ютьюбе. На пятом месте очень странная песня Taylor Swift, в которой она говорит, что она будет продолжать трястись. Или танцевать. Так кто ее поймет? В общем, Taylor Swift, Shake It Off на пятом месте. Место номер 5! Песня певицы Taylor Swift из альбома 1989, который вышел, как ни странно, в 2014 году, Shake It Off посвящена, видимо, любви певице трясти всем, чем ни попадя, ведь именно это мы слышим от нее. Клип был опубликован 18 августа 2014 года и с тех пор набрал более миллиарда и 100 миллионов просмотров. Клип певицы был сперва засекречен и назывался Проект Воробей. В нем, кроме певицы, которая танцуя, примеряла на себя роли от балерины до черлидерши и танцовщицы хип-хопа, снялись множество фанатов певицы, которых сама Taylor отбирала очень тщательно. И даже когда одна девочка, выбранная певицей, проболталась, она исключила ту из съемок. Весь этот процесс Taylor называла Проект Кардинал. Клип стремительно набирал популярность и на него снято десяток пародий. Даже Скала Дуэйн спародировал его. А это уже что-то да значит. Наверное. На четвертом месте, также перевалив за миллиард просмотров, расположилась Кэти Перри со своим египетским клипом, правда, как-то не очень связанным с песней про темную лошадку. Кэти Перри, Dark Horse. Место номер 4 Песня Dark Horse от певицы Кэти Перри была сперва записана для ее студийного альбома, однако было принято решение выпустить ее в сентябре 2013 года как промо-сингл, а после того, как она набрала популярность, даже в качестве отдельного третьего сингла. Сама песня сочетает в себе жанры трэпа, танцевальной поп-музыки, элементы хип-хопа и благодаря парящим жукам и гладко структурированной продукции, эта песня даже была номинирована на Грэмми. Клип на песню, выпущенный в феврале 2014 года, имеет также свыше миллиарда и 100 миллионов просмотров. В клипе Кэти предстает как недовольная царица из Египта а-ля Клеопатра, к которой сватаются фараоны, принося подарки, а Кэти всех их превращает в какую-то связанную с их подарками вещь. Клип несколько наркоманский, однако, как ни странно, даже одобрен от специалистов в области египтологии. Якобы за правильную интерпретацию египетской культуры, но, честно говоря, если смотреть клип, то в нем совсем все не так, как мы проходили в школе. Темнокожий рэпер Лудокрис вспоминает, как когда-то в свои 13 лет любил совместно с 13-летним на вид Джастином Бибером. И это реально смотрели столько людей? Джастин Бибер и Лудокрис, бейби. Место номер 3 19 февраля 2010 года вышел клип Джастина Бибера на песню Baby. В этом клипе Бибер с еще не сломавшимся голосом и выглядевший на 12 лет поет про любовь. Неизвестно почему, но певец, который даже не имеет музыкального образования, стал таким популярным среди девочек. Клип на его песню побил все рекорды сразу в двух номинациях. Как самый популярный, правда, это уже пару лет как не так, и рекордсмен по количеству дизлайков. В клипе Baby с ним снимается его девушка, которая и выше его, и выглядит куда постарше. Однако после клипа он с ней расстался и начал встречаться с вселенной Гомес. В целом клип, снятый в боулинг-центре, выглядит достаточно убого, да. Страйки, сделанные якобы Бибером, уж слишком фейковые, а прыжки по самому боулинг-полю вообще выводят из себя любого, кто хоть раз играл в эту игру. Тем не менее, этот клип уже не самый популярный, хоть за это ему спасибо. Хотя песня классная. Второй клип от Тейлор Свифт в нашем топе, повествующий о том, какая же она все-таки стерва. Тейлор Свифт, Blank Space. Место номер 2 Клип певицы Тейлор Свифт все с того же альбома 1989, набравший аж более миллиарда 200 миллионов просмотров с ноября 2014 года. По словам самой певицы, идея клипа возникла из-за всех сплетен вокруг бывших парней Свифт, а также одним из вдохновителей клипа был Стэнли Кубрик и его экранизация «Заводного апельсина». Песня очень ванильная и, разумеется, нравится всем ванильным девушкам и крайне непостоянным девушкам. Ведь там очень много вдохновляющих цитат. В принципе, на цитатах этой песни вполне мог бы жить не один паблик ВКонтакте. Чего стоят фразы «Я ночной кошмар в образе мечты» и «Ты выглядишь как моя следующая ошибка». Тем не менее, благодаря простому и незамысловатому тексту клип стал вторым по популярности на Ютубе и первым, если считать, исполнителей девушек. И кто бы мог подумать, но на первом месте рекордсмен, азиат, корейц, кстати, как ни странно, а не японец. И просто пухлый Милаха Псай со своим клипом на «Гангдам стайл». Первое место Клип, почти мгновенно взорвавший интернет, и на данный момент является абсолютным рекордсменом среди клипов с почти двумя с половинами миллиардами просмотров «Гангдам стайл». Именно этот клип в декабре 2014 года превысил лимит просмотров в 32-битном интеджере. Клип повествует о районе Сеула под названием «Канамгу». «Канам стайл» — разговорное выражение в корейском языке, означающее «роскошный образ жизни, которым славится этот район». Сама песня, по словам исполнителя Псай, да, буду называть его Псай, в целом посвящена женщине, которая идеально настолько, что знает, когда надо быть утонченной, а когда дикой. Видимо, именно это символизируют конюшни и странные движения, ставшие популярными по всему миру, призванные, видимо, выглядеть как езда на лошади. Клип невероятно странный для среднестатистического европейца, однако фанаты жанра и азиаты бы, скорее всего, не увидели ничего странного. Именно эта песня и клип сделали Псай всемирно знаменитым, и теперь беженец из Северной Кореи — желанный гость в любой стране мира. Это был самый народный топ в мире, топ 5, да, 5. Теперь вы знаете все о пятерке самых просматриваемых музыкальных клипах на Ютьюбе. Ставьте пальцы вверх и оформляйте подписку на наш канал, это все делается в один клик. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, а также можете подписаться на мой канал, если хотите посмотреть мои каверы на песни тех исполнителей, которые были в сегодняшнем топе. А сегодня с вами был я, не ваш любимый видеоблогер Стив Принц. Всем удачи и не прощаемся. Я буду рад, как кореец, ведущий свой образ жизни в стиле канном, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 фактов про СССР, о которых ты не знал. И как повысить свою продуктивность при помощи помидоров.